Антон Павлович Чехов на Страстной неделе Иди, уже звонят. Да смотри, не шали в церкви, а то Бог накажет. Мать сует мне на расходы несколько медных монет и, тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпивая два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки. Крыши и тротуары сухи. Под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная молодая зелень. В канавах весело журча и пенясь бежит грязная вода, в которой не брезгуют купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда? Куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, а из реки в море. Из моря в океан. Я хочу вообразить себе этот длинный страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря. Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его пролетки повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками. На страшном суде их спросят, зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика, думаю я. Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог сжалится над ними и пустит их в рай. Церковная паперть сухая и залита солнечным светом. На ней не души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его Божия Матерь Иоанн Богослов. Паникодилы и ставники одеты в черные траурные чехлы. Лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенный в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия. Я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу. Церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и Божья Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими. За свечным шкафом стоит Прокофий Игнатьевич. Старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушепотом какой-то старухе. Утреннее будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни, а завтрак часам ударят восьмом часу. Поняла? Восьмом. А между двух широких колонн, направо, там где начинается предел Варвары Великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники. Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими очень злыми глазами. Это сын вдовы-паденщицы Настасии, забияка, разбойник, хватающий сладков у торговок яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня, и мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба. Я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досадую на то, что и этому мальчишке простятся сейчас грехи. Впереди него стоит роскошно одетая красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась. Жду я пять минут десять, и за ширму выходит прилично одетый молодой человек с длинной тощей шеей и в высоких резиновых калошах. Начинаю мечтать о том, как я вырасту большой, как куплю себе такие же калоши. Непременно куплю. Дама вздрагивает и идет за ширму. Ее очередь. В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон. Затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании паникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперстного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнув, не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шепот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю. Чем она грешна, думаю я, благоговейно посматривая на ее кроткое красивое лицо. Боже, прости ей грехи, пошли ей счастье. Ну вот священник покрывает ее голову эпитрахилию. И аз, недостойный иерей, слышится его голос. Властью его, мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело. Она теперь счастлива, думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать? Теперь очередь Митьки. Но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику. Я хочу пройти за ширму раньше его. Я хочу быть первым. Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же. И полминуты слышатся пыхтенья и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи. Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналой, не сгибая колен, кланяется в землю. Но что дальше я не вижу. От мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы. Оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком. Священник колеблется, пол кажется волнистым. Раздается голос священника. И аз, недостойный иерей. Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху. Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника. Но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника. Запах его рясы. Слышу строгий голос. И моя щека, обращенная к нему, начинает гореть. Многого от волнения я не слышу, но на вопрос отвечаю искренне. Не своим, каким-то странным голосом. Вспоминаю одиноких Богородицу и Анна Богослова, распятие, свою мать. И мне хочется плакать, просить прощения. «Как тебя зовут?» Спрашивает священник, покрывая мою голову мягкую эпитрохелью. «Как теперь легко, как радостно на душе!» «Грехов уже нет. Я свят. Я имею право идти в рай. Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы. Я иду из-за ширм к диакону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными. И на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы. «Как тебя зовут?» Спрашивает диакон. «Федя». «А по отчеству?» «Не знаю». «Как зовут твоего папашу?» «Иван Петрович». «Фамилия?» «Я молчу». «Сколько тебе лет?» «Девятый год». Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диаскора. Жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келье и питаться одной просфорой. Раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол. Это собираются ужинать. Будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть. Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук. Но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой. Боже, очисти меня грешного, молюсь я, укрываясь с головой. Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа. На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной. Лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера. Лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопоренные уши, и, чтобы показать, что я против ничего не имею, говорю ему, «Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы, и если бы ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть». Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком. А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я любуюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине. Но вспомнив, что жениться стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где течок уже читает часы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!